Урала с сибирским культовым литьем и в том числе пермским звериным стилем занимаются исследователи, работа идет. Я хочу сказать, что в 2014 году в Екатеринбурге в нашем музее прошли очередные седьмые берсовские чтения. Вот вышел такой сборник и в нем есть очень такой внушительный раздел, посвященный бронзовой художественной пластике. И в том числе есть работы ваших исследователей, пермских исследователей, посвященных пермскому звериному стилю. В 2015 году на Соловках прошла конференция, которая называлась «Сакральные места в России». И там были представители и с Урала, в том числе, где тоже говорилось о культовом и Сибири, о культовом художественном литье. Делают эту конференцию «Тамичи», «Амичи» и «Поглодарцы». В общем, есть уже пригласительные. Так что не все так печально. Мы два дня говорили с вами про пермский звериный стиль, а сегодня мы немножко с вами расширим границы понимания культового литья и поговорим о том, что происходило за камнем, то есть на восточном склоне Урала. Значит, для того, чтобы понять, о какой эпохе мы будем с вами сегодня говорить, и этапы развития пермского звериного стиля, а справа вот наш западный склон Урала, и вы видите такая скромная запись написана, «Иткульская металлопластика», и она соответствует первому этапу вашего пермского звериного стиля, то есть ананинской культуре. Так получилось, что на восточном склоне Урала очень мощно заявила о себе вот эта вот культовая мифологическая картина мира древних металлургов Иткуля в медном литье, но она просуществовала несколько сотен лет. Она возникла в VII веке до н.э. и просуществовала до III века до н.э., а потом бесследно исчезла. Вот на сегодняшний момент, ну не на сегодняшний, но, скажем, на 15-й год, не было никаких материалов, которые говорили о том, что они там куда-то ушли, или их там полностью перебили, или что-то произошло непонятно. И мы с вами сегодня будем в этом разбираться. Иткульское культовое литье, в отличие от пермского звериного стиля, более, я бы сказала, монохромно. То есть основные персонажи Иткуль – это птицевидные идолы. Вот здесь перед вами кладца Золгаре. На нем очень удобно говорить о персонажах Иткульской мифологической картины мира. Вы видите, что наши птицевидные идолы отличаются от пермских. Во-первых, у нас нет личин на груди однозначно. Во-вторых, это изображение хищных птиц в полете с раскрытыми крыльями. И немножко забегая вперед, я хочу сказать, что есть простые орнитоморфы, и есть более сложные. Вот сейчас здесь представлены в основном простые. Наша Иткульская металлопластика, точно так же, как и пермская, в основном была обнаружена в кладах, которые располагались в разных местах, но очень часто на вершинах гор. Это тоже, так же, как и у вас, случайные находки, отдельные случайные находки. Но у нас есть еще и погребение на Скворцовой горе 5 взрослого литейщика, в котором тоже обнаружены птицевидные идолы. Как правило, клады сопровождаются солярными знаками или круглыми предметами. Ну, как вот здесь в данной ситуации мы с вами видим, мы с вами видим внизу слева зеркало и рядом медная бляха. Но в некоторых случаях такие клады сопровождаются еще и солярным знаком в виде круга и вписанного в него креста. И в одном случае, в одном кладе соседского озера, к сожалению, который добыли черные археологи, вот этот солярный знак в строе птицевидного идола находится он между, начиная под крыльями, и до хвоста вот в этом месте. То есть солярные знаки в таких кладах обязательно присутствуют. Вот в кладе с озов горы присутствуют также и антропоморфные персонажи. Это в нижнем углу справа вы видите. Но в отличие от птицевидных идолов, которые все-таки выглядят более презентабельно, вы видите, что антропоморфы здесь какие-то немножко недолитые. И, в общем, это не самые главные персонажи этого клада. Ну и, конечно, вы обратили внимание на бляху, родную для вас. Волк, свернувшийся в кольцо. Сейчас археологи спорят, то ли это вещь, доимствованная из прикамья, то ли она была сделана на местном материале, но по лекалам прикамья пермского звериного стиля. Но важно, что эта вещь присутствует в кладе. Это очень важно, потому что ананинские люди, ананинские литейщики и литейщики иткульские между собой имели обменные связи. Исследователь иткульской культуры Галина Викторовна Бельтикова, к сожалению, рано от нас ушедшая, она фиксировала эти связи. И по ее работам ананинские литейщики меняли у иткульских заготовки, то есть слитки меди. Дело в том, что за Уралье нет улова, и поэтому большая часть отливок иткульских кузнецов это на 90% чистая медь. Поэтому такой металл легко определяется. Ну, что я еще хочу сказать про этот клад? Ну, немножко забегая вперед, я хочу сказать, что этот клад датируется V веком до нашей эры, то есть это расцвет литейного производства иткульских мастеров. В общем, вот самая верхушечка. Кроме кладов на Урале, есть еще, так же, как и у вас, отдельные случайные находки, которые в основном представляют изображение птицевидных идолов или орнитоморфов. Но у нас с этим полегче, они встречаются все-таки чаще всего в местах литейного производства, там, где плавили металл. И обратите внимание, ну, опять та же ситуация, вы видите недоливы, значит, не обранные вот эти вот металлы, которые сверху, которые кажутся красивой шапочкой, на самом деле это металл, который, значит, находился в литнике, его вообще-то не убрали. По идее, его должны убирать. И обратите, пожалуйста, внимание еще на то, что некоторые из этих идолов повреждены. Они как-то перекручены, у них отсутствует голова, например. Есть изображения идолов, которые проткнуты насквозь. Вот. И есть такая гипотеза, что древние литейщики использовали вот этот сакральный образ в качестве, как бы, отвечающего за плавку духа, который обязан, должен принести священный солнечный огонь сверху, поэтому для того, чтобы зажечь горно. Очень часто рядом с горном или прямо в мазаном в основании горна находят солярные знаки или такие плоские тальковые кружки с отверстием, и от которого расходятся лучики, солярные знаки. То есть два, две мифологемы, солярный знак и хищная птица с раскрытыми крыльями, они должны обеспечивать хорошую плавку и принести священный огонь. Почему хищная птица? Потому что она выше всех поднимается к небу, и она может складывать крылья и падать, так самое, как бы, быстро спускаться, падать на землю. Здесь перед вами вот по центру в верхнем ряду и в среднем ряду это птицевидные идолы с озера Аятского и Таватуй, которые относят к более поздним. И нижний ряд это гора Караульная. Здесь изображение птицевидных идолов, но некоторые исследователи считают, что это не хищные птицы, это дятлы. Кроме хищных птиц есть еще в кладе с озов горы есть еще и сова, и соколы. Ну, соколы – это тоже хищная птица. Есть еще и совы, но они встречаются редко. Галина Викторовна Бельтикова, я вспоминаю этого исследователя, не занималась с культовым литьем, она занималась металлургией. Но благодаря ее исследованиям, в том числе и раскопкам, были выяснены более ранние металлургические комплексы, более поздние. Дело в том, что и Кульские кузнецы селились не по сплошной территории, а в тех местах, где встречались месторождения меди. И такие места Галина Викторовна называла кусты. Вот из тех кустов, пять-шесть кустов, которые она исследовала, она выбрала ранние, поздние. К ранним относятся верховие реки и сеть. Это прямо буквально рядом с городом Екатеринбурга и озеро Иткуль. И датируются они седьмым-шестым веком до нашей эры. Более развитое это металлургическое производство у нынешнего города Полевского. Это Азов, гора и Караульная. И поздний, этот куст датируется пятым веком до нашей эры. И самое позднее это Аятское. Вот как раз я вам говорила о вот этих птицевидных идолах. Аятские и озеро Богоряк. Они датируются третьим, четвертым, концом четвертого, третьим века до нашей эры. После этого, я уже говорила, следы Иткульских производств и поселений на восточном склоне Урала исчезают. Ну вот, познакомьтесь с персонажем. Очень интересно. Это наш совершенно замечательный идол, мы называем его столбообразные, мы уже позже стали называть древовидные, потому что воспринимали верхнюю часть этого идола как крону дерева. Мы предлагаем другой вариант, мы называем его солнцеголовым, потому что вот верхняя часть над лицом это изображение солнечных лучей. И в процессе нашего моего выступления я вам попытаюсь это доказать. Вот на самом деле это фигура дуйского идола. У нас тут есть своя особая тайна, я немножко про нее скажу, но не буду распространяться. Дело в том, что подобные фигуры встречены у нас на восточном склоне Урала и хранятся в нашей коллекции две. это и сетский идол, и адуйский идол, и они абсолютно идентичны. Абсолютно идентичны. Вот в этом идоле вся мифологическая картина мира идольских кузнецов она в общем прослеживается. Если верхний мир это солнечная крона, дальше мы видим человеческое лицо, очень характерная эконография, то есть Т-образный валик, который изображает брови и нос, глаза полугорошины и рот тоже в виде такого круглого валика. Дальше у нас руки. Обратите внимание, что он трехпалый, у него три пальчика. Когда изображают человека, либо не изображают пальцев вообще, либо все пять на месте. Изображение трехпалых существ это изображение духа. Средний мир в данной ситуации изображает вот этот пояс. Обратите внимание, пояс состоит из пяти полос, это нечетное число. К раннему железному веку сложилось представление, что все светлое, сухое, нечетное и холодное это мужское, все теплое, темное, влажное и черное это женское. И поэтому мы считаем, что это изображение мужского духа. И очень интересный зверь, который располагается внизу, но не в нижнем мире, как в пермском зверином стиле, распластанный под ногами, а как бы в процессе перехода из нижнего мира в средний мир. Это изображение волка. Волк по мифологии в том числе и хантыйской, и мансийской, это перевозчик душ в нижний мир. И рядом справа вы видите культовую отливку из склада с озол горы, где мы видим вот этот самый процесс. Верхом на волке сидит антропоморфная фигура, по женски ножки спустила с одного бока, и он тоже трехпалый. То есть это не человек, это дух, душа, который путешествует в нижний мир. Теперь немножко собственно о находке с горы Адуи. В XIX веке, в конце XIX века крестьянин в расщелине Адуи, я не знаю, где он нашел там расщелину, я была, там сплошная гранитная стена 2 километра 30 метров высотой, но так написано в расщелине, был найден этот идол, рядом с ним птицевидный, он не сохранился только в публикации, и обломок навершия булавы. И поскольку ни о каких костях не сообщается, то мы не знаем, это приклад, то есть это подношение духу, или это могло быть захоронение. Вот вопрос не решу. птицевидные идолы, вот здесь их можно рассмотреть более подробно, вы видите, что у них разное оперение, у них разное хвостовое оперение, но мы называем вот эти идолы простые, потому что они изображают чистых орнитоморфов. но есть в кладах еще и сложные полиморфные идолы. Надо сказать, что те клады, которые известны на сегодняшний момент, были проанализированы и было выяснено, что есть клады, которые состоят только из орнитоморфов, и там присутствует солярный знак. И иногда я уже говорила о том, что он прямо сделан вместе с птицей, а иногда он присутствует в качестве круглой бляхи или зеркала. Есть клады, в которых присутствуют солнцеголовые, я вам покажу дальше, но самого красивого вы уже видели, и орнитоморфы, и соответственно солярные знаки. Есть клады, в которых снова присутствуют одни казалось бы орнитоморфы, но они это сложные. Но это то, о чем я говорила, иногда солярный знак мог выглядеть в виде круглой бляхи или вот, например, зеркала. Это вещи из клада с азов горы. Поскольку мы также, как и ваши исследователи пермского зоинного стиля, во многом одинаково должны разбираться в случайных находках, где непонятно, откуда эти вещи, как их можно датировать, и с ними ничего другого нет, то мы предлагаем воспользоваться изучением этих находок с точки зрения иконографии. выделить выделить в находках наиболее яркие, типичные черты и попытаться проследить их развитие, если это возможно. В некоторых случаях это возможно. хвост о чем я вам сговорила, слева мы видим с вами простого идола, но на самом деле, если говорить честно, не совсем простого, потому что хвост у него такой, очень похоже на рыбе, но это так. А рядом некоторые изображения птицевидных идолов, если так называемые перевернуши, если их перевернуть другим концом, то мы с вами видим, что хвост этого орнитоморфа и поджатые лапки могут выглядеть как глаза и солнечная корона у солнцеголового. Вот в данной ситуации мы с вами видим, как два образа слились в один, и, наверное, это очень важно для понимания обрядов, мы пока не как бы не фантазированы по поводу обрядов, но тем не менее два персонажа, которые присутствуют обязательно в кладах, или они сливаются в один персонаж в более позднее время. А теперь немножко про солнцеголового. Мы тоже можем проследить по разным находкам, мы можем проследить развитие вот этой характерной черты иконографии, это солнечную корону, которая находится над лицом этого существа. Слева знаменитый палкинский клад, который находится в Эрмитаже, в этом палкинском кладе, кроме антропоморфов, есть еще орнитоморфы и есть более позднее полое литье изображения медведей. Но мы предполагаем, что, скорее всего, эти вещи были найдены где-то в 70-е годы 19-го века, вполне возможно, что они каким-то образом смешались между собой и в клад нашли более поздние вещи. Поскольку эти вещи найдены в верховьях реки Исити, а мы помним, что Лиза Михайловна верховья реки Исити относит к раннему этапу, то можно предположить, что палкинский клад это раннее изображение солнцеголового. И действительно, смотрите, крона у нас уже есть, солнечная корона, есть, Т-образная валик глаза полугорошины есть, но на одном еще не присутствует изображение зверя, а на другом оно выглядит очень неясно. Соответственно, адуйский идол, который мы видим справа, это, мы уже говорили, что это пятый век до нашей эры, это расцвет вот этого образа, и мы его видим очень ясно. Что происходит дальше? Дальше очень интересная находка, к сожалению, которая была сделана черными археологами, но, по крайней мере, информацию про эту находку мы обладаем полностью. У Смолинской пещеры были найдены несколько прикладов, то есть отдельно сложенных на территории полтора на два метра, значит, отдельными лунками были сложены несколько предметов. Вот это изображение солнцеголового, их было три. В данной ситуации мы с вами видим переднюю часть, то есть анфас, и обратную, оборотную часть вот этой отливки. три отливки антропоморфов были вместе с орнитоморфом, а другие приклады немножко отличались, и я немножко скажу, было понятно, что они более поздние, значит, я позднее немножко скажу про них. Смотрите, корона на голове у нас как бы уменьшается, да, и начинает приобретать вид уже другой короны. Ручки есть, значит, глаза полугорошены, и появляются ноги, они составлены очень плотно, этот персонаж стоит на металле от литника оставшегося, вы видите, да, значит, вот исходит развитие образа, у персонажа появляется, я не буду говорить культурный герой, меня захватила дух, когда я услышала такие, ну, такие, эти самые, такие определения в пирожском зверином стиле, я рада за коллег, что они продвинулись в этом направлении, но мы пока все-таки осторожничаем. Еще одна находка слева, она была найдена прямо на территории города Екатеринбурга, в районе Уктусских гор. Та же ситуация, на литнике стоит антропомов, наверное, не очень хорошо видно, но корода присутствует, ручки три пальчика и появляются ножки. А следующая отливка, это копия отливки, найденная на озере Богоряк Владимиром Яковичем Толмачевым еще до революции, мы уже видим, что ножки освобождены уже, то есть литников нет, корона есть, немножко изменились пропорции, удлинилось лицо, но все эти модификации происходят пока на территории восточного склона Урала. А что будет дальше? Еще один персонаж из Смоленского, мы называем Смоленское святилище, опять мы с вами видим изображение человека уже с двумя ногами, но у нас ледник присутствует и я специально увеличила голову для того, чтобы вы увидели, что стало с короной, то есть сверху мы с вами видим то, что осталось от лучей, но тем не менее все-таки этот элемент присутствует, то есть этот элемент становится менее значимым в более позднее время, но все-таки он пока еще присутствует. если смотреть материалы с прилегающих территорий, то какие-то остатки искусственных мифологем мы можем найти в металле соседних территорий. К сожалению, у меня получилась неполная презентация по техническим причинам вчера, и у меня сюда не вошли материалы из северо-восточных коллекций, которые опубликованы Татьяной Торкиной в каталоге. Там есть изображения, напоминающие птицевидных идолов, и есть одно изображение, которое напоминает птицевидного идола перевертыша. Но оно уже, конечно, такое не очень явное, но тем не менее, то есть если вставить вопрос, куда ушли яйткульские металлурги, то один возможно из путей это на северо-восток. А второй путь это все-таки Западная Сибирь. Вот эту вещь рыбинская находка все специалисты, которые занимаются кулайской культурой, а параллельно ананинской культуре в прикамье Иткульской в Заурале существовала в Сибири существовала кулайская культура. Все специалисты кулайской культуры считают, что это кулайская находка. Вот в 15-м году в Барнауле была конференция, и я взяла на себя смелость попытаться их разубедить. Но тем не менее, например, Яковлев, Яков Александрович все-таки отмечал, что эта вещь чем-то напоминает иткульские материалы. Правда, то, что находится на голове, он считал, что это головной убор, что это корона, а с моей точки зрения, это все те же солнечные лучи, которые принимают такой вид. И обратите, пожалуйста, внимание, справа и слева фигуру этого идола фланкирует изображение двух зверей, которые точно так же, как волк на идоле, под ним двигается мордой кверху, только находится он повыше волка, то есть на уровне уже плеч. Что означают вот эти нижние отростки, не знаю, если бы мы перевернули эту фигуру, то тут можно говорить о каких-то ручках, хотя тут у нас четыре пальца, я не берусь судить. И тем не менее, эта находка из Томской области говорит о том, что какие-то мифологические элементы мифологии или иконографии, можно сказать, и так, они проникают в Западную Сибирь. Помните, я вам говорила о том, что я попытаюсь доказать, что эти лучи означают солнечный верхний головной убор, потому что вот есть очень интересная находка в Сургутском приобье, к сожалению, датируется на очень широко ранний железный век из селища Барсова гора Г5 дробь 10. Здесь вы видите тоже изображение персонажа, трехполые ручки, и вот здесь совершенно чутко на голове у него солнечный диск. Поэтому мы считаем, что мы правы по поводу вот этой солнечной короны. очень интересная находка, тоже, к сожалению, случайная, найдена в Тюменской области у поселка Горки. Она датируется третьим веком нашей эры. Здесь мы с вами видим два персонажа, один из которых, который стоит справа от нас, слегка напоминает Яткульского Санцеголова, и там остатки короны зазубрины находятся на голове, и Т-образный валик на лице, и внизу вы видите опять изображение животного, которое в принципе можно отнести к волку, а можно не относить. Но сам по себе иконография вот этого персонажа, она в общем ведет к следы к Эткульским металлургам. Есть еще один сюжет в литейном производстве и в культовом литье Эткульских племен. Это так называемые археологи на жаргоне называют это друзья, братья. Слева мы с вами видим литейную форму с озера Богоряк. Мы помним, что Богоряк это вообще-то поздний этап Эткульского материала. А справа это отливка брак, который был найден на Азов горе в составе клада. Если мы уберем литник и внимательно присмотримся вот к этому персону, мы увидим, что здесь точно так же, как в литейной форме, три персонажа, у которых над головой несколько изображений лучей, связанные между собой перемычкой, которая соединяет этот персонаж. То есть тройной персонаж появляется, по-видимому, все-таки начиная с 5 века до нашей эры. И продолжается. Это очень интересная находка в барсовском могиле, седьмом могильнике. Она была найдена в одном из захоронений. Значит, завернутые в кожаную, видимо, сумку, остатки кожи сохранились. Здесь мы видим тоже изображение как бы персонажей. Если очень постараться, если вы немножко проследили иконографию, можно видеть, что это стилизованное изображение опять-таки антропоморфной фигуры, но в данной ситуации эти фигуры идут как бы из одного корня. То есть если там три друга, то здесь три брата, один корень. Это чисто маленькая шутка. К сожалению, эти вещи не датированы, они датированы ранним железным веком, но во всяком случае они перешагнули границу R, то есть более позднее время. Получается, что идкульские кузнецы пропали в третьем веке до нашей эры в горно-лесном Зауралье, а какие-то мифологемы идкульцев возникают в Сургутском приобье, в Томском приобье. Но вот это уже одни из самых последних находок, которые тоже можно перевернуть вверх ногами. И тогда мы увидим голову Санцеголового. Но если очень долго разбираться, то здесь изображение нескольких фигур, у которых общие глаза. То есть есть такие фигуры в более позднее время, в Средневековье, когда стоят три фигуры, а один из глаз в них общий. ну и благодарю за внимание. И чего я не успела, я думаю, что это мы сделаем совместно с пермскими исследователями. Надо собрать наших персонажей и поставить друг против друга. Птицевидных напротив птицевидных, изображение антропоморфов напротив антропоморфов, но это, я думаю, уже работа будущего времени. Если мы, я уже сейчас как бы предлагаю подумать на тему, если значит проводить следующие берсовские чтения, было бы очень интересно с двух сторон, у нас в Заурале и у вас в Прикамье попытаться при помощи иконографического анализа провести, ну, вам, конечно, сложнее, у вас очень большой корпус источников, у нас поменьше, и, конечно, бы очень хотелось сделать металлографию культовых предметов и в Заурале, и в Прикамье, и хорошо бы в Сибири тоже. Ну, может быть, кто-нибудь этим заинтересуется, может быть, кто-то из молодых, из студентов, если здесь есть историки, вот, давайте работать вместе. Все, я закончила. Спасибо. Спасибо. АПЛОЮССМЕНТЫ Спасибо.